итак ребята начинаю я свой новый влог сегодня у нас суббота 4 июля вот нахожусь я с ритой мы находимся в бушуихе деревне приехали мы сюда вчера вечером рита пятницу отработала и вечером сюда приехали на такси вот завтра же воскресенье утром и уедем приехали мы сюда на один денек подышать свежим воздухом загородным я сейчас направляюсь это там дома осталось в домике нашем вот а я направляюсь мусор выношу здесь есть центре села бушуиха стоят контейнеры под мусор довольно далеко шлепать поэтому пакет такой у меня приличный вот погодка теплая вчера в володе вообще было жарище страшно а под вечер мы уже собрались вызывать такси такая гроза прошла мощная вот и пасмурно стало и здесь вот с утра пасмурно но дождя сказали что здесь не было ладно пойдемте мусор мусор вынесу пойдем кстати наверное все таки я должен объяснить почему у меня на прошлой неделе не было ни одного стрима и на следующей неделе даже не знаю будут ли они пока еще не знаю дело в том что моя мама затеяла как она говорила сначала небольшой ремонт надо в ванной комнате в основном тут ее несколько месяцев назад сверху соседи залили вот так то у меня мама сама всегда делала ремонт и она у меня 20 с лишним лет отработала маляром штукатурам опыт большой сейчас у нее уже нет для этого сил а чтобы я допустим делал так она сама в принципе не не очень этого хотела понимаете я вообще этого делать никогда в жизни не делал не ну побелка это все дилетант в этом вопросе она профессионал вам об этом смысле строгая и надо чтобы все делали правильно и хорошо поэтому я через интернет помог ей найти тоже мастера частника женщина одна можно сказать даже девушка и вот они там вдвоем своей мамой занимались этим самым ремонтом а я у них был на подхвате но я этого ничего не снимал потому что помню сама сразу сказала ни в коем случае это ничего не снимай в свои видео вот поэтому мне просто было некогда заниматься стримами все свободное время и то время которое не попало в прошлый влог потому что я этого не снимал я был значит у мамы помогал ей там ну как помогал принеси отнеси отойди не мешай вот поэтому не было стримов у меня и ремонт по моему еще не закончен вот завтра мы воскресенье приедем ведь надо будет ехать к маме кстати мы пришли мусор так ну мусор я вынес не буду я торопиться возвращаться домой там рита наводит порядок небольшой в комнатушке я вот сейчас здесь сяду помните это место я вам показывал на панорамке здесь сейчас траву подстрелил пока покосили вот эта скамеечка я здесь сяду посижу покурю может с вами был то поболтаю о чем-нибудь просто немножко у меня накопилось от вас вопросов на которые я не ответил еще думаю что писать комментариях вот сяду так спокойно и что вспомню про все на все вопросы отвечу итак первый вопрос да мы ходили на голосование поправки естественно мы с мамой голосовали за поправки ребята давайте не будем эту тему дальше развивать вот меня нет политический канал вот это это все эта тема закрыта вторая тема мне предлагают тут чтобы разнообразить мои влоги заняться рыбалкой ребята я никогда не занимался рыбалкой это во-первых во вторых вот что я очень сильно жалею это не очень сильно но вот немножко есть стала появляться вот такое сожаление по жизни когда я работал у меня этого сожаления не было никогда я я не имею ни ни прав ни машины и никогда в жизни у меня и не было а вот сейчас на пенсии мне бы эта вещь конечно бы не помешала вот можно было съездить квадрокоптер запустить да и сюда вот не на такси приезжать сюда приезжать на такси раз в неделю и только для этого покупать машину не стоит конечно что такси получается по любому дешевле чем заплатить за учебу на права сама машина каска там осаго не знаю даже что там еще бензин ремонт вот и поэтому а вот была бы не машина я может быть и занимался этим самым ну рыбалка или еще чем-нибудь вот на это просто же я ответил не то что я буду как я живу я вот так свою жизнь и буду показывать конечно в этом году немножко она более однообразная потому что отсутствует такой важный элемент как поездка к морю поездка к морю так что-то еще меня спрашивали ли что-то вылетело из головы также про рыбалку а про отпуск про отпуск еще спрашивали нельзя ли значит перенести смысле все равно съездить еще вроде сейчас действительно моим юга открыли нет ребята не получится у риты где-то пенсионер у нас даже деньги есть принципе можно было бы съездить но рита работает в областной больнице нашей вологодской вот там где она работает в этом отделе их всего три женщины работают и каждая женщина значит у них так уже заведено рита идет отпуск в июне другая женщина идет в июле третье идет в августе так что лето уже занято и никто с ней меняться не будет естественно а в сентябре у нас начнется очень активный дачный сезон надо будет возить навоз к под перекапывать огород а в октябре уже на море делать нечего так что никак не получается ребята не получается а если брать за свой счет надо брать я уже посчитал была я такая даже вроде мысль такая появилась допустим в адлер съездить но тогда надо брать за свой счет две недели а две недели маргарите не дадут не дадут от силы дня три ну может быть одну недельку а если одну недельку брать тогда не получается по билетам съездить в адлер даже в адлер так что я и мы не будем и заморачиваться в этом году подкопим больше денег и поедем на море в отпуск уже в следующем году вот как здесь сейчас хорошо тихо так утро рано народу еще никого нет не холодно ветра нет комары летают я сейчас покурю да пойду домой вот все вроде рассказал у ребята смотрите за недельку как и лучок подрос скоро свести будет а свекла вообще хорошо так подросла и сорняков тут не появилось здесь попросил вот тут слева тут совсем немножко тут одна грядочка до внизу пара грядок капусту прополоть ну так мы это сделаем это мы тоже уже делали один раз картошка там вот подальше начинает зацветать сейчас не знаю может камера не показывает против солнышка ну что будем работать в огороде и дышать свежим воздухом какие дела ну ладно где-то примерно за час мы с ритой с этой работой исправились все капусточка теперь тоже прополото в принципе прополото все работали мы легко весело с утками с прибаутками даже немножко с танцами с танцами для тиктока вот скоро будет обед ну вот ребята время и обеда опять значит одежда сильно теща накормила нас сегодня было пюре с котлешкой с котлеткой но и супчик сейчас отдохнем полоть больше ничего не надо все прополото вечерком еще польем огород и пораньше надо будет забраться спать завтра утром опять на утреннем автобусе из шуйского который автобус идет поедем в волокду и как только приедем я правда матери еще позвоню сегодня вечерком по идее она сказала моя мама что за сегодняшний день они там закончат с ремонтом ванну она делает и тогда завтра значит воскресенье мы приедем и надо будет сразу как приедем домой сумки разложить но там умыться позавтракать может еще и она просила чтобы мы вместе с маргаритой к ней пришли моей маме и там да довольно наверное будет большой объем работы ну как после ремонта надо будет там полы помыть коврики вытрясти не знаю или пропылесосить там пару шкафов на место поставить в общем такая пост ремонтная пост ремонтное наведение порядка я бы так сказал такая работа это будет у нас завтра вот ну а сейчас значит победы ли покурить и потом отдохнуть немножко а вечерком еще поливать будем так ребята сейчас мы будем поливать капусту поливать капусту будем не совсем так как я поливал лук только вы есть дача те знают что я имею ввиду сейчас попробую одной рукой ой одной рукой не очень удобно таким макаром без рассекателя называется точечный точечный полив ну вот ребята и вечерок наступил к вечеру он солнышко даже вышло выглянуло хороший день был не жаркий было не жарко не холодно довольно комфортно было работать полоть поливать сейчас значит с маргаритой поужинаем и нам сегодня пора раньше лезть спать потому что завтра утром на автобус и домой волокду позвонил я маме вот только что сейчас позвонил все с ремонтом там значит все дело закончено теперь надо все там пару шкафов на место поставить одну полочку повесить пропылесосить как она сказала вот придем завтра вместе с маргаритой к ней и наведем там у нее порядок после ну небольшой там ремонтик был я еще раз повторяю мою маму не так давно залили соседи сверху бывают такие неприятные ситуации в жизни но это все дело житейское говорил малыш и карлсон все наверное на сегодня ребята завтра буду продолжать уже из города вот давайте пока до следующих дней пока ну что ребята продолжаю свой влог сегодня у нас уже воскресенье пятое число приехали мы с маргаритой сегодня утром рано приехали в волокна на автобусе у нас погода шикарная сегодня 26 по моему градусов вот сейчас мы к маме моей поедем к вами надо и там помочь обустроиться после ремонта где-то маргарита сейчас придется улевец работаем у мамы работаем жарко вышел на балкончик покурить вот когда все закончим потом я может в тихушку сниму какая у мамы ванна вот там да это было залито это от соседей все покрасили все хорошо ну ладно ребята буду я на этом заканчивать эту часть своего влога первую часть которую мы городскую помогли мы маме она осталась довольна салатик нам опять дала на ужин вот накормила нас обедом конечно давайте ребята до следующих дней до следующих дней пока пока итак ребята продолжая свой влог сегодня у нас вторник уже вторник 7 июля для такие дни настали у нас вологде вот никуда не хочется выходить из дома сегодня до 29 градусов жара вчера до 26 было вот хорошо есть небольшой ветерок хочется сидеть дома у нас вентилятор света есть вот под вентилятором или через каждый через каждый час идти в душ и обливаться холодной водой до давненько у нас такого жаркого лета в вологде не было но это как бы такая компенсация за отсутствие в этом году моря в нашей жизни и юга так что ребята сейчас хожу в магазин опять домой включу вентилятор приму душ и буду сидеть дома в прохладе чем где-то гулять ходить в такую погоду но магазин пойдемте сходим ну ладно в аллее продукты купил зашел здесь в подвальчик сигарет себе купил а сейчас знаете что не домой пока иду я вам как-то в одном из прошлых своих логов показывал нас здесь возле автомата где мы набираем воду возле остановочки автобусной варечек новый открылся там овощи фрукты вот рита попросила именно там купить пару помидорчиков там пару огурчиков лучку укропчику вечерком салатик сделаем себе витаминный пойдемте к этому варечку еще сходим ну вот вроде и все ребята все купил сейчас иду домой сразу в душ прохладный включая вентилятор и сижу дома никуда больше ходить не буду ничего записывать не буду маме пока не надо надо будет съездить ней когда вот мы там прибирались у нее она попросила чтобы я снял шторы комнате и на кухне вот она их собирается постирать а потом когда они высохнут их надо будет повесить обратно работа несложная но моей маме ее не сделать вот так что давайте ребята до следующих дней пока пока и так ребята продолжая свой влог сегодня у нас пятница 10 число это июля извините ничего я не снимал эти дни не вчера не позавчера а тут стояла такая жарище я вам про это уже говорил не хотелось вообще из дома выходить да и не надо было никуда только до магазина до пятерочки да обратно вот а вчера вообще наоборот наоборот значит целый день шел дождь причем такой сильный дождь проливной вот это пятерочки бегом сбегал это весь промок а сегодня как раз пятницу после этого дождя жара схлынула хороший солнечный день так что заключительную часть этого влога я вот как раз сегодня начал записывать позговорил я вчера с мамой по телефону надо ехать к ней она представляете вчера вчера да именно вечерком уже когда дождик спал или закончился не помню уже потихонечку ведь сама сходила в магазин а вот за водичкой и как же тяжело ходить и надо шторы повесить так что на автобусы к маме все как обычно кстати да пока стою что автобус должен вам кое-что сказать мы с маргаритой в эти выходные никуда не поедем позвонила надежда васильна сказала в эти выходные можете не ездить все прополото все там у них хорошо ну а нам надо заняться будет домашними делами на этих выходных вот ждем автобус ладно за водичкой сходился еще магазин вот насчет штор еще пока не понятно это у мамы там не смогла она справиться с утюгом не погладила на шторы если только сейчас саму погладить да повесить их на место сейчас магазин скажу подумаю у ребят если вы знали как достала меня эта маска в этих магазинах когда же этот масочный режим закончится ладно ладно все вроде купил сейчас пару лепешек еще маме куплю потом пойду значит шторы гладить весь весь вешать их на место ну все ребята повесил я маме шторы не одобряет моя мама занятие мною мое занятие ютуберством этими всеми съемками поэтому своей квартире она снимать мне не разрешает так тихушечку немножко снимаю иногда что ребята не знаю наверно этот лог опять будет коротким но я его сейчас буду заканчивать все равно сегодня пятница завтра мне его надо смонтировать а воскресенье чтобы он уже появился у меня на канале давайте ребята пока до следующих логов пока пока